Девушки отдыхают Норильский фестиваль авторской песни Который был в октябре прошлого года Когда мы приехали туда Там было минус 30 на улице И плюс 5 в гостиничном номере Потому что там ТЭЦ рвануло Где-то за месяц до нашего приезда И самое теплое место было на сцене Лампочки дарили И концерт шел Где-то часов 5-6 Естественно не я один там выступал Все выходили греться А здесь как-то случилось наоборот Вот к чему я несказанно рад Когда я узнал, что в Москве 44 градуса было на днях Я решил туда не возвращаться пока Да, поэтому Сегодня уеду в Нижний Тагил Там будет попрохладнее еще Ну, давайте будем сегодня Общаться Я думаю, что общение будет проходить В лучших традициях жанра авторской песни Стульчик стоит на него Пожалуйста, присылайте ваши записки С вопросами Я с удовольствием на них отвечу Вообще этот год для меня год особенный Как-то так неожиданно я узнал, что в этом году Исполнилось 25 лет с того момента Как я написал свою первую песню вообще в жизни ЮНЕСКО не знает об этом счастье Но я объявил этот год годом себя И все свои выступления посвящаю вот Этой знаменательной круглой дате Ну и в связи с этим как-то хочется, знаете, вспомнить песни Которыми в те или иные времена я открывал свои выступления Потому что, сами понимаете, первая песня Это очень ответственное явление За эту песню надо как-то, не знаю, понять, кто пришел И те, кто пришел, должны понять, что же вышло на сцену И в разные времена были разные песни Вот долгое время свои выступления я начинал вот этой песней Который день погода хмурится И лупит капли не дождя А старшина опять волнуется Мол, снова лежа спать нельзя А мы в забытой богом Пруссии Живем два месяца подряд И по ночам про Белоруссию Поет мальчишечка комбат Здесь звезды красные, зеленые То снизу вверх, то сверху вниз Здесь все становятся влюбленными В одну и ту же даму жизнь И мы в забытой богом Пруссии Ее ловили на прицел А наш комбат из Белоруссии С ней объясниться не успел Опять погода что-то мается И сыплет капли не дождя А старшина все чертыхается Мол, снова лежа спать нельзя А мы в забытой богом Пруссии Живем два месяца подряд И по ночам, прости, перусские Поет другой же комбат Но потом настали времена, когда я начинал свое выступление С песней, с такого диалога Разговора личности с обществом Причем личность эта сменилась По прошествии времени А по-моему диалог-то остался Я это я, а вы, а мы другие Я это я, а вы, а мы не те Я в небесах, мы люди небольшие В землю глядим и не на высоте Я как скажу, так сразу будет дело Мы как один и сразу всей толпой Я не ищу спокойного удела Мы как один и сразу всей толпой Я все могу, мы тоже что-то можем Я все хочу, мы тоже все хотим Все как один, да-да, мы все поможем Смело вперед, мы лучше постоим Все я да я, а вы, мы все слыхали Я это мы, а вы, а мы не те Мы в небесах, мы же ясно вам сказали В землю глядим и не на высоте Эй, кто-нибудь, да-да, мы все на месте Смело вперед, забудем про вчера Вы в небесах, а мы внизу, но вместе Вы где-то там, а нам домой пара Потом настала пора, которая навела на грустные размышления И на свет появилась первая песня Очень грустная, я бы сказал, трагическая где-то А первыми уйдут толстые И не потому, что много едят А потому, что они толстые И их сразу съедят Вторыми уйдут рыжие А рыжих у нас страсть Не то, что бровачи или выжики А просто не наша масть За ними уйдут гомики И педики заодно Их всех посадят на омике Закроют и пустят на дно С триумфом уйдут воины И сторгнув победы крик Как лучшие части у воины Их купит любой миссии А воинские начальники Уйдут по цене другой Их всех приравняют чайником И выгнутым носик дугой Без шума уйдут Идейные Вернее их всех уйдут Поскольку они Идейные То шуму не создадут А с шума уйдут глупые По-пьяному Без оков Им выделят полк с трубами И много грузоеков И разные Разные Лица Исчезнут С портрета Страны За ними Исчезнут Птицы Поскольку Не станут Нужны Умчить Ветерок Осенний Пройдясь Колесом По струне И тихо Сощурится Гений Сосненька На белой стене А нам еще Мерить версты И жить нам И весело петь Но все-таки жаль Толстых Которых Не уцелеть Это очень грустная песня Знаете Как себя жалко Сразу становится Потом наступили счастливые времена Поскольку Все мы приникли К экранам телевизоров Поскольку Латинская Америка Косяком пошла Просто на нас До сих пор Не отникаем От них Потому что Латинская Америка Не собирается Создавать завоеванных позиций И все новые и новые сериалы Обрушиваются На наши бедные головы Я считаю Что вообще Всякий человек Который Уважает себя И считает себя Человеком интеллигентным Он просто обязан Обязан в жизни Просмотреть От начала до конца Хоть один Латиноамериканский сериал Вы знаете Я попробовал это сделать Вот И На многие вещи Уже по-другому смотришь Там где надо плакать Смеешься И просто Как-то не замечаешь Каких-то таких Мелких бытовых неудобств Там кирпич на голове Это все уже ерунда После того Как посмотри Какие страсти Вообще бушуют На голубых экранах Я все собираюсь Написать трактат О медицине В Латинской Америке Потому что Уж сколько я сериалов Этих знаю Ну за десяток Наверное точно Как попал в больницу Считай труп Все Они очень хитро От второстепенных героев И злодеев Освобождаются Меня убило Когда в прошлом году Я приехал в славный город Барнаул И Барнаульцы мне с гордостью сказали А ты знаешь У нас вот идет Специально для нас Только по нашему Барнаульскому телевидению Сериал Там Хуан Там Дюнь-дюнь Мария Там Дюнь-дюнь Какая-то Там Я посмотрел Те же самые черные люди Жгучие Бегают Но потрясения Уже такого не было Как после первого сериала С этой Чум Вероника и Каста, да? Вот, но с тех пор осталась песня, которую я так при случае пою и, как мне кажется, выполняю большую вообще миссию, потому что я возвращаю тех, кто слушает в те славные времена, когда еще все это было в новинках, когда мы сопереживали полной грудью тому, что творится на экране, и вкушали эту сладкую лапшу на уши просто в полном объеме. Опять же, продовольственная программа тогда выполнялась. Производ лапши на уши. Средь прочих иностранцев есть где-то мексиканцы, Живут они нехило и кушают маис, Но среди них нетленно есть бабушка Елена, И муж ее Альберто, и сын ее Луис. Все было бы нормально, но выйдя раз из спальни, Супруги порешили сиротку приютить, И все тут зарыдали, и куш перестали, И как-то очень нервно с сироткой стали жить. И все бы там сложилось, но вот какая милость, Всю эту мелодраму пригнали к нам в совок. Конечно, рисковали, ведь мы уже рыдали, Над бедною рабыней, чей хакер был жесток. В начале было туго, но как-то раз подруга Узнала, что любимый другою овладел, И наш народ взорвался, и весь перерыдался, И все забросив нафиг, с экраном прикипел. Кубанские казаки, оправившись от плаки, Решили, что Фернанду порубят токи так, А повар-калистратов, семчон, волосатый, Похожим на диеку, борща давал мышьяк. Ребята из ОМОНа заливли на Рамону, Кто глянет на Рамону, тот сразу руки вверх. Качихи Оренбурга реагировали бурно, И метя в телевизор плевали на эстер. Друг друга лупим смертно, зато Луис Альберто Действительно напился и стать не смог отцом. Звереем в драке пьяный, зато у Марианны Есть куча их и в песах, и есть в деревне дом. Плевать, что нету хлеба, что отвернулось небо, Нам лишь бы с кем попало поплакать заодно. Великая, родная, страна моя дурная, Где счастье в каждом доме, пока идёт кино. Где счастье в каждом доме, пока идёт кино. Ну, знаете, в последнее время, уже несколько лет, я начинаю своё выступление с песен «Цикл не цикл», ну, как-то он так потихонечку разрастается, о нашем сегодняшнем дне, о нашем сегодняшнем человеке. То есть я его называю так «мой лирический герой». Мы с ним встречаемся крайне редко, часто спорим, потому что антагонизм полнейший. Ему нравится то, что не нравится мне, и наоборот. Он у меня такой, такой, дергает, сдвинутый человек такой, потому что быть нормальным человеком в той жизни, в которой мы живём, я считаю, практически невозможно. Потому что бьёт и снизу, сверху, слева, справа, и семья, и дети, и правительство, и атмосферное, опять же, явление озверели в последнее время. Поэтому он такой, он очень активный такой человек. Ему всё интересно, всё нравится, он политикой увлекается. Чем не знает, но увлекается вот такой. Выхожу в вечеру с пулемётом на родной укреплённый балкон. Кем дыхов поразит, а чего ты ходишь мимо, и мне не знаком? Не дрожи ты, как в лютую стужу, и не мни перед смертью штаны. Ты, как только ступил через лужу, так нарушил границы страны. Нет, на карте её и не будет, да и карта уже не нужна. Мы простые, спокойные люди, и у каждого в хате страна, и у каждого в хате держава, и запасы лежала еды. И не надо ни денег, ни славы, лишь хватило бы только воды. Бывало, братцы, и хуже, по правде говоря. Тонули, братцы, в луже и шли через моря. Сдавали, братцы, и неровы, и брали города. Ай, ты, рейфи, буй, вечера вы легли, да не туда. Ай, ты, рейфи, буй, вечера вы легли, да не туда. Закурил я сушёную таку. А чё ты нос застрелил, ё-моё? Ты же первый завяжешься в драку за какое-то там мумиё. Я своё просушу и просею, и столкну, и готов самосадку. Ну, конечно, не Винстон, не селим, но бесплатный зато аромат. После третьей глубокой затяжки, заглотавши на Олбе талон, я цепляю гранаты к подтяжкам, с пулемётом иду на балкон. А внизу ты торопишься, бедный, нарушаешь границы страны. Эх, народ спошёл нынче вредный, Всё же мял перед смертью штаны. Бывало, братцы, уже по правде говоря, И тонули, братцы, в луже, и шли через моря. Сдавали братцы и неровы, и бороли города, Ай, трефибу вечеравы легли, да никуда, Ай, трефибу вечеравы легли, да никуда. Ну, вообще-то, вы знаете, я где-то даже побаиваю своего лирического героя, потому что иногда его безумие просто принимает форму какого-то такого провидения. Вот, например, он как-то принес мне песню после посещения одного из митингов, а сейчас предвыборная кампания опять разворачивается вовсю. Вот, он там стоял на митинге, потолокся, и принес песню, в которой я потом уже с удивлением, когда начались все эти дела в Чечне, вдруг обнаружил такую строчку, и сам наткнулся на киндзял. Я его попытался спросить, мол, ты что имел в виду тогда еще провидец хренов, но его не было, он на какой-то очередной митинг убежал и просто песня осталась. Так, он стоял только в первом ряду, ему же только в гуще толпы быть, он видел только ботинки выступающих, вот, видной музыкой, наверное. А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны, смотрю я, кто во что обучи речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят огненародные трибуны, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, один кричит, сойдет она звезда пленительного счастья, другой кричит, у той звезды пересчитать бы все концы. Один кричит ко всем чертям все эти органы и власти, другой кричит все эти органы и власти, молодцы. А у меня с собой бутылочка с дубровочкой, с карманами дырявом, и я тихонечко с дубровочкой и в горлышко топчу. Я не хочу ни в центре быть, ни быть ни левым и ни правым, я просто-просто жить хочу, а что бы нет, так не хочу. У телевизора сижу я, блин, у самого экрана, смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны, и говорят, и говорят, и говорят, и говорят, один кричит, две пули в лоб на полушарь я не задела. Другой кричит, шары залил и сам наткнулся на кинжал. Один кричит, он пострадал за наши общие задела. Другой кричит, шелестный дух, боец, кремень, кинжал сломал. А у меня с собой бутылочка, перцовочка, стакане неразбитом, и я тихонечко с перцовочкой, я насморка лечусь. Я не хочу ни быть борцом, ни быть героем, блин, убитым. Я просто-просто жить хочу, а что бы нет, так не хочу. А я на кухню захожу, сажу все самые, блин, кастрюли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупно ее салю. А за окном бушу и жизнь, и тихо гадят птицы гули. А я половникам ем суп и вас отчаянно люблю. За то, что вы такая вся такая, ну вся такая. За то, что были вы всегда, а может есть, а может нет. Гляди-ка, митинг за углом. Все-все-все-все, я исчезаю. Но выключаю за собой я телевизор, раз и свет. Не знаю как кто, а я очень жду очередных выборов, потому что вот прошлые выборы подарили мне вот несколько песен. И я с таким большим душевным трепетом к ним отношусь. Я однажды, когда видел предвыборный митинг господина Жириновского, 15 минут постоял. Потом какое-то подсознание меня увело. Но через 15 минут, я вам клянусь, я был готов идти там утюжить Эстонию, пиндюрить Молдавию, грохать Латвию и мочить сапоги в Индийском океане. То есть завораживающее действие. Знаете, он брыжет слюней метра на три. Поэтому все стоят так поотдаль, вжавшись друг в друга. Но вот какое-то такое гипнотическое воздействие оказывает. Через 15 минут я помотал головой, встряхнул чары и побрел дальше, значит. Ну вот, жду вот, просто когда вам начнут предвыборно кричать по Москве. Самое, знаете, интересное, что водка-то хорошая, Жириновский. Доводилось пробовать? Водка хорошая, стоит в два раза дороже. Видите, подлец обещал по дешевке продавать. Не выполнил предвыборное обещание, а! Ну вот после этого 15-минутного, значит, мотания головой появилась такая песня. И когда еще огласили результаты исконных выборов. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять, отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где-то в пути. Под тяжкий вздох, глупо на стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-ла-и, ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-и, ла-ла-ла-лай. И в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А у нас днем с огнем, а в падем, как без свечки. Согреваемся в стужу, а с окнём в воде. И вокруг мельтешат в основном человечки. И все меньше и меньше нормальных людей. Под тяжкий вздох, глупо на стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-ла-и, ла-ла-ла-лай. Та-ра-ла-ла-и, ла-ла-ла-лай. И в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. А в страну дураков дураки не вернутся. Им без наших теперь ни туда, ни сюда. И вздыхают босы, пудри по метру бьются. И осталось в войне победить, как всегда. Под тяжкий вздох, глупо на стакан. Сам себе бог, сам себе пан, в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Та-ра-ла-лай, ла-ла-ла-лай. И в душу залез. Там темный лес, в лесу дупло, в дупле тепло. Вот, ну уж и не знаю, по поводу или без повода. Но как-то с Вадимом и Валерой Мещуками мы решили так отдать должное теории Дарвина. Пока еще ее не отменили у нас в школах. Пока все мы еще происходим от обезьяны. И по нашему глубокому убеждению, процесс эволюции далеко не закончен. То есть людьми мы еще не стали, проходим стадию народа. Поэтому у всех есть хвосты. Вы знаете, вот как экстрасенсы видят третий глаз во лбу у человека, мы видим хвосты. Вот это красивые такие, пушистые, большие. Это маленькие, гаденькие такие хвостики. Ну и в зависимости от этого, кто-то притыкает успешно свой хвост и гордится им. А кто-то прячет его и переживает очень. Им написали несколько песен по этому поводу. И мой вклад в разработку теории Дарвина составил такая своеобразная обезьянская-цыганская. Было время мы, бананы, прямо света кушали. Жили-были в теплых странах, папу сама мы слушали. А нас растили, скалы бели, сильными да мягкими. Но ударили метели, и примерзли клетком мы. Ох, не дразни нас, не дразни, да не корчи рожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прочь. Ох, придут другие дни, да не те, что прочь. Ох, придут другие дни, да не те, что прочь. Кто-то рассказывает сказки без счастливого конца. А кому-то жарко в маске, кто-то мерзнет без лица. А вы хоть душу не знайте, головы бубеные, а вы кругом-то гляньте, гляньте, а все вокруг коропленые. Ох, не дразни нас, не дразни, да не торчи рожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прожи ты. А зверей у детки-то от судьбы, от муторной, а заморка на клетки-то. Со стороны окон утренней. Ох, придут другие дни, да не те, что прожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прожи ты. Ох, придут другие дни, да не те, что прожи ты. Ой, бегут, бегут лошадки, круг за кругом никуда. У лошадок хлеб не слава, и нынче с сахаром беда. У лошадок хлеб не слава, и нынче с сахаром беда. Да разве ж только в этом дело, нынче в душах нелады. Серым камнем затвердела ощущение беды. Серым камнем затвердела ощущение беды. Может выйти напрямую, разогнавшись на кругу, И пуститься в плясовую с рысаками на бегу, Чтоб остались за плечами расписные миражи, Чтобы треснул серый камень от движения души. И ведь пока бегут лошадки, теплым воздухом душа. Все как будто в порядке, и жива еще в душе. Все как будто в порядке, и жива еще в душе. Там первые записки тоже очень ответственные. Пожалуйста, заплыв и колоколинку. Так. Сейчас будем выстраивать рейтинг песен. Референдум проводят. Спойте, пожалуйста. И дальше длинный такой перечень из десяти песен. Частушки, огромное небо. Огромное небо. Огромное небо. Огромное небо. Одно на двоих. Слова подзабыл. Колоколинка. Опучи. Дрессировщик лев. Трех колес. Свадьбу два. А свадьбу три. Ну, что-то есть. Репортаж хоккея ГДР СССР. Хорошо. Чехословакия стала ГДР. Ничего. Исповедь Наполеона в магазине. Знаете, вот так называют песню, что потом так и начинаешь объявлять уже. Исповедь Наполеона в магазине. Никогда я не думал, что это исповедь. Ну, ладно. Однажды мне пришла записка. Спойте, пожалуйста, песню про льва с дрессировщиком во рту. Это было очень хорошо. Ах, мадам, как снег. Да, это из ГУСА. Ну, это третье отделение нашего концерта, которое пройдет в одном отделении. Так. Так. Вы бы не могли спеть песню про зеленые демы и красные облака. А, здесь что-то звучит. Если у вас проекты песеные с мещуками. Знаете, да, у нас остается такое дружеское сотрудничество. И какие-то есть новые песни. Конечно, не так много, как хотелось бы. Но вот мы записали лазерный диск. Не троих уже. Сообразили не троих. Который сейчас будет вот дорабатываться и как-нибудь выйдет в свет. «Когда-то в «Веселых ребятах» вы пели песню «Не стойте, люди под стрелой». Да? Нет, это, наверное, Гриша Гладков, да? Там, где идет строительство или подвешенный груз. Если вы ее помните, пожалуйста, исполните. Помнил бы, исполнил бы. Застраховаться, не поле перейти. Там под стрелой ничего не было. «Веселые ребята», кстати, сняли продолжение. Но это не продолжение, это уже отдельная такая новая программа со старыми лицами. И называться она будет... Раньше называлась «Веселые ребята», сейчас будут называться «Серьезные мужчины». Вот, очень плотная была работа. Сейчас идет монтаж, не менее плотный. «Продолжаете ли вы совместное творчество с братьями и щуками?» Заложаю. Кстати, братья и щуки сейчас находятся на американской земле. Просто учат американцев, как надо жить и слушать наши песни. Где-то в начале мая они уехали, вот 15 июня должны возвратиться. Последний концерт у них будет в ООН. Я думаю, там сразу все прекратится, все эти конфликты. Он послушает мужиков, все будет нормально. Судьба распорядилась так, что я какое-то время в своей жизни, в последнее время, проводил в иностранных путешествиях, которые сейчас модно называть круизами. И судьба распорядилась так, что наблюдая за собой, в первую очередь, и во вторую очередь за людьми, которые плывут со мной, плыли на кусочки нашей территории, обшитой железом. Как они ведут себя там. Ну, сейчас уже все нормально. Сейчас уже иностранцы робеют, когда мы приходим к ним на берег. У меня потрясло несколько картинок в Японии. Мы пришли в город с удивительно поэтическим названием Фусики. В Японии есть такой город Токио, а потом Фусики. Вот такой двухэтажный деревянный город с деревянными дощатыми тротуарами. И, значит, там японцы сразу же бульдозером старые свои машины подгребли, так, к краю причала. Что наши только, значит, причаливают, а они так сваливают эти машины и долго машут след. Так, попутный ветер, чтобы плывить и плывить. И там идешь по улице этой Фусики. Меня потрясло, когда я зашел в какой-то переулок. Там огромный щит стоял такой фанерный. Размером его весь переулок. На масляной краске по-русски было написано. Видно, что японской рукой так. Сюда нельзя! Представляете, в Японии на магазине висит табличка, по-русски написано. Без приглашения не входить. А всем, значит, туристам, сходящим с борта теплохода, раздавали такие отпечатные листочки. И тоже японцы набирали на компьютере, поэтому там с грамотностью все нормально. И там пункт восьмой, по-моему, там, как надо себя вести в Японии. Пункт восьмой гласит следующее. Совершив покупку в магазине, не забудьте оплатить ее. У них есть такая давняя-древняя традиция. Около магазина стоит так, что типа наши урны, и там зонтики. Вот вышел из магазина, дождь взял этот зонтик, прошел до дома там, принес, положил назад. Наши гордые, нагруженные зонтиками, возвращались на теплоход. Под вечер, там, потертые ручки. По дешевке взяли, нормально, работает там все. Вот, ну и две круизные песни я хотел бы вспомнить. Первая была написана после того, как я побывал в Китае. Там, с бригадой артистов, которые составляли малую часть населения корабля, а большую часть составляли практически идиоты, практически полные дебилы. Но это на первый взгляд, потому что люди ехали в Китай одетые в шинели наши, адидасовские костюмы, малбора и шинель. Пуговицы и погоны старшего лейтенанта. Боец поехал в Китай. Потому что китайцы очень любят сукно наше, и можно было сделать выгодный ченч на базаре. Куповик синтепоновый или кожаную куртку. За рукава берешь, так получается две кожаные куртки, но однорукавные. И вторая половина ехала в драповых пальто, такой толщины драп. Шили еще тогда, до войны. Ну и стоят так. Человек выходит из пальто, а оно стоит. Пуле не пробиваем пальто Ильича. Каплан там просто бы отдыхал и ничего делать. Никакой браунник не пробил бы. И штук по 10-15 в фетровых шляпах, нанизанных одна в одну. Держали люди. Зрелище, представьте себе. Потому что китаец странный человек, он женится только в драповом пальто, оказывается. И в фетровой шляпе. Жених. За такую любая пойдет. И тоже, значит, этот товар пользуется спросом. Я видел, как человек выходил по трапу наш, шел так растопырив руки-ноги. Потому что у меня подзорная труба была в рукаве, подзорная труба в рукаве, бинокль здесь под курткой, бинокль там под курткой. Электромотор в штанах, он громыхая шел по драпу. Там я впервые понял, что бизнес, бизнес, явление наднациональное. Потому что 150 наших, значит, было, челноков. И 150, примерно 200 идиотов таких же, только китайских, ждали на причале. Молча стояли, один так стоял, другой так стоял, третий так стоял. Там нужна была подзорная труба, бинокль, там, часы. И наши, значит, японцы, китайцы в ожидании, значит, товара, они так пристали на цыпочки, у них глаза округлились. А наши так прищурились и пригнулись там с трапа-то. Все стали на одно лицо совершенно. То есть образовалась новая-новая нация. Челноки-бизнесмены. Было очень страшно наблюдать, как эти две толпы молчаливо так сближались. Все, и все стали на одно лицо вообще. Потому что там язык дружбы понятен всем. Но еще это происходило в китайском городе Дайлянь. Рынок там называют «желтый дом». Причем без обиды так, не имея в виду того содержания, которое знаем только мы. Там действительно такой стадион желтого цвета, крытый. И там, значит, горы товара наши с вилами наперевес. И те, значит, с тоннами товара. И вот они там братались. Ну и вот я там написал такую песню. Это песня-репортаж. То есть, что увидел, то и написал. Такое руководство к действию. Кто соберется в Китай, знаете, что вести и все нормально. Это было как раз в то время, когда Михаил Сергеевич произнес свою знаменитую фразу. Мы знаем, кто есть хум. То есть, лингвистические умы до сих пор бьются над разгадкой над смыслом этой фразы. Но слово не воробей. Субтитры создавал DimaTorzok Ах, папа-папа, Я кричу ядрёно вошь. Нас не купишь ни за грошь, Лишь за кожу, а ещё за буховик. Тут один снимает тренч, предлагает делать ченч. Говорит, товаре, что ты холосов. Я в ответ по гражданин вынимаю из стани. Кое-что, а также кое-что ещё. Восемь сталинских пальто и свиньи морской манто. Сорок пачек папиро, фланга рук для волос. И подзорную трубу, и подзорную трубу, и подзорную трубу. И ещё одну трубу. С боем матерним часы, безразмерные трусы. Сорок пачек собака, литр спирта для рыбка. Девушкины валенки, да не почти ты старенький. Фотографию жены, карту родины страны. Полуфальную кровать. Говорит, чтоб зубик ковырять. В бронебойных и рогах. Мы ты тёщи умитат. Самогонный аппарат. Мне его кладу назад. Тестя с наушным влачом. И ещё, 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 ещё. Сележана я стою, радую страну мою. За народ, который вынесет, чё хочешь. И не важно, кто есть хук, кто внизу, кто наверху. Важно то, что жизни нет, а ты живёшь. Ах, папа, папа, давай пальто из драпа. Давай шинель, который дед скакал. Ах, папа, папа, давай из фетра шляпу. Китайцам еду доработать капитал. Ах, папа, папа, соскую возле трапа. Ведь у меня две дамы и одна семья. Ах, папа, папа, сосу большую лапу. Китайцы много, но ты без меня. АПЛОДИСМЕНТЫ И вторая история, которая меня потрясла до глубины души, произошла в испанском городе Барселоне, когда артист Московского театра «Плюс», которым руководитель Леон Измайлов, такой Николай Лукинский, сам он из Смоленска, что немаловажно для нашего представления, вдруг обратился ко мне со странной просьбой. Подошел, как глядя мне в глаз, сказал, «Слушай, ты не первый раз уже здесь. Своди меня в секс-шоп». Мы пошли. Ну, я вот недавно его видел. Я говорю, «Коль, смоленский секс-шоп открыли?» Он говорит, «Нет». Так что смоленские люди страдают. У вас есть секс-шоп? Уже, да, нормально существует. Давно уже, да? То есть, знаете, что там продает, да? Интересные изделия. Вот. Ну, Колю это, да, поразило. Но особенно поразил его стеллаж с видеокассетами. Я не буду пересказывать содержание, нет. Там их не показывают. Его поразили обложки. Там фотографии были героев этих интересных ужастиков. И нижний ряд, когда он так глазом добрался до нижнего ряда, там были изображены, как сейчас говорят, эти, мужчину-женщины одновременно. Ну, смоленский тоже он так не видел никогда. Не больно тебя по улице так ходит? Ну, там сложно было с ним. А он боксер еще в прошлом. Я еле увел того. Он не верил, что так может быть на самом деле. Ну, и появилась такая тоже песня-репортаж. Сегодня внутренний и внешний хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня Коль собирается в секс-шоп. Сегодня радость на лице у другана. Глядит на стрелки часовые, ну же, ну же. Наводит стрелки на вельветовых штанах. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у Кольки в друганах. И мы идем гуляем молча не спеша. Напряжены, но виду мы не подаем. А птички в клетке где-то там стучит душа. А ну не сдюжим и державу подведем. А вот и шоп, точнее, трудно рассчитать. Заходим цепью, как в горах, когда пуржит. Рука в кармане обхватила рукоять. Чего-чего, ну, в общем, то, что там лежит. А он стоит, примерно будет нам по грудь. Отполированный, ну что-то, как живой. И Колька шепчет, еле слышно, не забудь. А сам с лица сменился парень, сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышь, колян. Мы подтянулись и вошли, как на парад. И Колька шел, как представитель всех смолян. А там заразы хоть и лежа отстоят. И вот такие, и такие еще. Вот длинностольный, будто палк проглотил. А вот и лысый, ну, не дать, не взять, хрущев. А вот чернявый, будто кто его коптил. А вот устройство для желания и снег. А вот и хайка, чтоб закон третит внутри. И только слышен Колькин шепот, Братцы, нет, ну так же в жизни не бывает, посмотри. Мы посмотрели, обалдели, вот те хрен. Стоим и думаем, что-то здесь не то. Сидит девчоночка, грудями до колен. Ну, правда, девка не живая, на фото. А рядом негра, будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь, как есть, на трех ногах. А рядом тетка, так ребят разнесло, Что можно целый взлот упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано, красотка, она бел. Ну, мы как глянули, вообще оторвались. Вот так вот смотришь, дача, видно, все при ней. Шестой размер, помада кудри, алчный рот. А так вот гляну, ой, ребят, ей же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит, ядренно, вошь, это монтаж. Сейчас дергану разок, и будет все путем. Тут продавцы на нас пошли на абордаж. А мы спина в спине в мачте с ним вдвоем. Они не знали, что товарищ наш боксер. Они раскрылись, будто трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестер. Бил за березки и родные тополя. Бил от души, в которой сохнет маята. Бил за великую из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта. Скрипел зубами и кричал, но пасаран. АПЛОДИСМЕНТЫ Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые лисята Море синее зажгли. И остались, как и прежде, Вместо праздничной одежды Не сгоревшие надежды До кораблей к нами. Гори, гори, гори ясно, Дым начала облаков, А на закате сон страсит На восходе далеко. Вот потушат синее море, Своют волны на просторе, Ни одной волне не вторя Будет петь одна волна. Будет кукла капитана, Буду я матросом пьяным, Океаны, как стопаны, Будут выпить и до дна. Все на самом деле просто, Мчит кораблик солнцу целе, А ветер дунет, будет остров, А не дунет, так и нет. Приплыву на берег дальний, И кораблик отпущу, И махнув врагой прощально, Я на землю наступлю. Пусть плывет себе обратно, Возвращается туда, Где со спичками лесята И горящая вода. Гори, гори, гори ясно, Дым начала облако, А на закате сон страсит На восходе далеко. А все на самом деле просто, Мчит кораблик солнцу целе, А ветер дунет, будет остров, А не дунет, так и нет. А вы знаете, это дождь. Это гроза. Это я вам дождик привез. Ну, продолжим под настроение. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Только что все были счастливы и молоды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Дорога Дорога Что-то такие какие-то образы возникли И так и остались А вот в последнее время вдруг пришли Постучались и встали на свое место По дороге быстро отеченной На лошадке типа лаз Мимо станции конечной Удаляюсь я от вас Полугрешный полусвятый Чистокровно сам не свой Ох, ребятушки, ребята Долго еду я домой А где тот дом Что в доме том Горит очак Трищик свечак А у огня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Ждет меня Та-ла-лай-лай Та-ла-лай 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 Ла-ла-лай А у огня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Незнакомая дорога От восхода на закат Говорят уже немного А чего не говорят Позабыть свои обиды Прежних суталок и дня Приглашают годы гиды На экскурсию в меня Где тот я? Где песня моя? Она о том, что где-то дом Тому огня сидит родня Сидит родня и ждет меня Та-ла-яй-ай Та-ла-ла-лай 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 Тому огня Сидит родня Сидит родня И ждет меня Дважды два, всегда четыре, Хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, Значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога И не виден поворот, Продолжается дорога От заката на восток. И будет дождь, и будет снег, И будет день, и будет век. Но знаю я, что у огня Сидит разня и ждет меня. Но знаю я, что у огня Сидит разня и ждет меня. Сидит разня и ждет меня.